Всем привет! Мне нравится, что один из главных персонажей в жизни Наташи уже здесь, с первых минут, с первых секунд. Всем-всем-всем привет! Сегодня очень классный, на мой взгляд, эфир, потому что, наверное, он один из самых даже долгожданных лично для меня. Наташа тот человек, с которым мы знакомы очень-очень давно, и, да, конечно, поэтому мне безумно приятно... Сейчас я делаю повыше телефон. Безумно приятно с ней будет сегодня говорить. Я думаю, что беседа должна получиться достаточно интересной. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы не в комментариях лучше, а нажав на специальную иконку вопросительного знака, потому что тогда они будут у меня высвечиваться, и я смогу их потом вот так вот удобненько пролистать и что-то зачитать, может быть, в прямом эфире. Очень много опять было обратной связи. Спасибо, что позвали, спасибо, что пригласили Наташу. Мне безумно приятно это слышать. Как вы все это знаете, я всегда всем стараюсь отвечать. Наташа будет с минуты на минуту. Для всех тех, кто не знает, с кем я сегодня веду эфир, это бронзовый призер Чемпионата мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в команде. Вот, думаю, человек не нуждается. В больших представлениях я вижу Наташу, и надеюсь, что она уже сейчас подключится. Наташа, дорогая, тебе нужно отправить мне запрос. Сделать это очень легко и просто. Либо у тебя высветится такое предложение, либо ты нажимаешь на иконку двух смайликов, что внизу, и мы начинаем. Да. Мне очень приятно, что смотрят очень много моих знакомых эти эфиры. Очень-очень приятно. Так, Наташа, вижу, отправила. Я добавлю. Надеюсь, у нас все получится. Так, ждем. Ждем-с. Ну, вроде я все сделала правильно и правильно подключила. Наташа. Какое интересное начало этого, дорогая. Спасибо. Остали безумно пристали. Сто процентов. Наташа мне на днях присылала, для всех, кто не понял, что сейчас произошло, Наташа прислала мне на днях какие-то забытые Богом фотографии, которые она хранит в своем телефоне. И мы вместе над этим посмеялись, да. Наташа, я очень рада тебя видеть. Прекрасно выглядишь. Как дела у тебя? Рассказывай. Как ты? У меня все отлично. Я участвую в комнате, где мы делаем ремонт, поэтому у меня немножечко... Видишь, там все раздружено. Ничего страшного. А как проходит? Как проходит? Вот, так все прекрасно. Рада тебя видеть, рада тебя слышать. Взаимно, взаимно, дорогая. Как ваш ремонт? Как ваш ремонт? Да, отлично, потихонечку вот комнату тут доделываем. И, знаешь, тут, короче, разные приспособления. А, понятно. Ну, я жду. Так что, если тебе нужен ремонт, говори. Да. Я тебя поняла, ни слова больше. Я жду приглашения на новоселье. Вот так вот в наглую напрашиваюсь прямо сейчас. При свидетелях. Да-да, такое мы не у себя делаем. Пока не у себя. Ну, ничего страшного, хорошо. Когда-нибудь, когда-нибудь я попаду. Это обязательно. Да. Расскажи, как у тебя проходила самоизоляция и как она проходит сейчас? Что ты делала? Ой, самоизоляция проходила... Я вообще как бы... Как она началась? Я полетела в Таллинн, потом вернулась и две недели должна была просидеть дома. На карантине, да? На карантине, да. То есть просидела добросовестно эти две недели и потом ввели вообще вот этот режим, когда надо вообще не выходить из дома. И таким образом я просидела два с половиной месяца, вообще не выходя. То есть как бы было немного сложно уже под конец, но как бы достаточно продуктивно прошло это время. Да, я, кстати, я, кстати, хотела у тебя спросить, просто вот зная то, что ты человек разносторонне развитый, вот что нового удалось попробовать? Может быть, появились какие-то новые полезные и не очень привычки, увлечения? Что вот про это может казаться? Попробовала целый день лежать, знаешь. Не очень понравилось, но как бы нет. Так-то достаточно много читала, там изучала некоторые нюансы из киноиндустрии, вот как раз во что я сейчас так погружаюсь, да. То есть как бы достаточно много такой работы. Принимала участие там в написании некоторых сценариев, то есть помогала, вдохновляла. Муза, главная муза. Ну, про фильмы мы, конечно, ещё обязательно поговорим чуть позже. Кстати, отдельно мама просила передать, что она иногда даже пользуется рецептиками, которые ты выкладываешь у себя. Это очень приятно, спасибо. Да, она сказала обязательно, Наташа, дорогой, передай. Я говорю, хорошо, обязательно. Спасибо огромное. Да, тебе спасибо за это, на самом деле, потому что вот то, что я вижу, что ты делаешь, во-первых, как ты это потом преподносишь, как красиво ты это всё обрабатываешь, это тоже достойно уважения и внимания, потому что... Целое искусство. Да, вот, конечно, это как раз те самые слова, которые вот просто с языка сняла. Но сегодня мы всё-таки больше про фигурное катание, конечно, как ты понимаешь, да. А я думала, зачем, зачем ты звонишь? Для чего, для чего мы вообще, да, сегодня собрались. И, наверное, я бы хотела начать вообще с самого начала. Вот про твою спортивную карьеру совершенно точно можно сказать сквозь тернии к звёздам. Ну, вот, правда. Давай начнём с первых шагов Наташи в спорт, в фигурное катание. Кто тебя привёл? И было ли это изначально твоей мечтой? Ну, наверное, это такой банальный ответ, что для здоровья, да. Но получилось так, что мы родителям выбирали вид спорта, в какой меня отправить. И начали перечислять мне разные. Я помню, сидела там на полу в горе игрушек, что-то ковырялось. Они там называют такой-то, такой-то, такой-то. И я что-то услышала фигурное катание. Такая, о, представляю себе картинку, что там, знаешь, дети бегают по ледовой арене, там играют в снежки, всякое такое. Ещё одна улица, и, знаешь, такие везде разноцветные коньки. Я такая думаю, блин, классно, хочу туда. Вот. Так? Ну, так меня привели на каток попробовать. В четыре года, и тренер посмотрела, говорит, хорошая девочка, возьми. Вот. Ну, как оказалось, это не совсем то, что я думала. Но в целом мне понравилось. Не скажу, что там вообще без истерик всё было. То есть иногда, когда ранний подъем. Я не могу представить Наташу Забияков в какой-то истерике. Просто всем людям, кто сейчас это смотрит, я клянусь, сколько вот мы вместе с Наташей лет прокатались. Я не видела у человека просто ни единого срыва, ни слёз, ничего. Просто ничего. Это уже всё опыты. Ну, нет, не то, что истерики, иногда просто, знаешь, так как-то неохота, хотелось поспать. Вот. Или там часто я замерзала на катке, потому что проходили тренировки на открытой арене тоже. Вот. Или там, помню, что-то был новогодний праздник. Как раз я только начала кататься, там буквально меньше месяца прошло. И у нас был Дед Мороз на катке. И я там не помню, по какой причине, но я разрядилась. Короче, потом меня вели к этому Деду Морозу успокаивать. Вот так вот. Так, ну, хорошо. Но, в целом, мне всё нравится. А когда ты поняла, что ты хочешь быть парницей, а не одиночницей? Наверное, лет в 11, ближе к 12 я, ну, как бы, начала об этом задумываться. Потому что смотрела какие-то соревнования, да, по телевизору. Ну, и мне ужасно всё это нравилось. Там поддержки, выбросы. Я такая, думаю, классно. Очень хотела. Но мальчиков в Эстонии вообще, как бы, в принципе, не было. Ну, было несколько, из которыми меня вроде как хотели поставить, но они, как бы, не были готовы к такому повороту. Ну, и их родители не были. Поэтому вот года два, наверное, я вот так вот по Диму мечтала, там, думала, что делать. Загадывала желание постоянно. Слушай, ну, это, конечно, очень трудная ситуация, да, когда, в принципе, ты понимаешь, что ресурсы есть, желание есть, но не находятся тех единомышленников, которые бы хотели воплотить, да, с тобой эту мечту и начать совместное катание. Ну, хорошо. Понятно, что у тебя за плечами очень большой опыт. И в плане, там, и в плане, естественно, катания, и в плане смены партнёров, да, смены стран и так далее. Мы обо всём этом поговорим. Но сейчас уже непосредственно давай про переезд к нам. И расскажи, пожалуйста, как родилась пара для начала Забияка Лорионов, а затем Забияка Эндер. А, так, как я переехала, значит. Значит, всё это случилось на чемпионате мира в 2014 году, который проходил в Сайтабе, ну, вот в Токио как раз. Я приехала туда со своим партнёром, с которым я каталась за Эстонию, вот. В произвольную, насколько я помню, мы там не отобрались, и, как бы, и вообще у нас не очень хорошо складывались отношения. Мы приехали из Штатов и приехали, как бы, вообще вот со всеми вещами, которые у меня были. Потому что, ну, Федерация сказала, что вы там больше тренироваться не будете. Так что выезжаем со всеми вещами, потом там едем я в Таллин, он к себе, и там уже будем, как бы, думать и решать, что делать. Вот, и я такая, как кочевник, значит, с этими, там, чемоданами. С узелком, с узелком вот так вот, да, за спиной. С узелками под ручкой. С палкой такой. В общем, значит, приехали в Японию, выступили там, вот не очень помню, как мы там выступили, но это не важно. И потом как-то я встретилась, разговорилась где-то с Максимом Трониковым и с Таней. И они мне, как бы, что-то сказали, что Нина Михайловна хотела бы со мной пообщаться. Это уже, ну, как бы, постсоревнований было. Ну, да. Мы договорились, и я с ней пошла, как бы, навстречу, там, каким-то вечером. Безумно волновалась вообще. Вот. И, как бы, мы поговорили, она сказала, что вот есть такое-то там предложение, есть там вот такой-то партнер, подумай. Вот у меня там, как бы, было несколько дней подумать. Я улетела в Таллинн и оттуда уже дала ей свой ответ. Хотя, на самом деле, я приняла это решение практически, ну, в тот же момент, как мы говорили с ней. Когда понимаешь, когда понимаешь, что ехать уже, в принципе, некуда. Да-да-да-да, ехать нечего, в чаточек лучше тоже некуда. Все, я тебя не перебиваю. Продолжай, пожалуйста. Да. Ну, вот, я дала ей свой ответ, что да, я согласна. Мне чуть ли там не сразу купили билет в Москву на пробы. И я с теми же чемоданами полетела, значит, в Москву. Ну, там мы попробовали покататься с Юрой Лорионовым. То есть я так сначала волновалась, потому что, опять же, я видела его только там по телевизору. На каких-то там больших стартах. Он всегда был для меня, там, не знаю, туховым фигуристом. А тут мне, типа, с ним кататься. Вот, ну, все оказалось достаточно так легко. Юрка очень классный в общении. То есть помогал там с какими-то бытовыми вещами. Ну, вот так и появилась наша пара. То есть сначала первый месяц, наверное, я летала туда-обратно. Потому что мне надо было в школе экзамены сдать. Вот, а потом уже, как бы, полностью там в июне где-то перебралась уже в Москву. С Юрой, в принципе, все понятно. Да, и насчет завершения его карьеры тоже. В плане того, что уже, может быть, возраст поджимал, скажем так. Да, и, в принципе, Юра на данный момент работает тренером. И, насколько мне известно, довольно неплохо. А что было дальше? Вот появляется Саша Эндерт. Как это все было? Ну, Саша Эндерт появился вместе с Юрой. Ну, это правда. Ну, да, да. В смысле, с параллельной Василисой, да. Ну, так получилось, что вот когда Юра из-за травмы там не мог продолжать, месяца полтора, где-то два, я каталась одна. И потом, честно говоря, я как-то не помню. То есть мы делали там какие-то шаги тоже вот всей группой на льду. Вот Салы Викторовны, Капрановы. И мы там менялись что-то парами, кто с кем, там какие-то дорожечки, шажочки. И меня вот так вот с Аней тоже поставили пару раз. И потом что-то там где-то в мае месяце общими какими-то решениями, там, тренерским штабом решили попробовать поставить меня вот с Сашей. Как-то это достаточно плавно, плавно как получилось. Наташа, я прошу прощения, вот кто-то пишет, очень плохо видно. А подскажите, кого плохо видно, чтобы мы поняли, у кого проблемы с интернетом. Потому что мне лично Наташу не очень хорошо видно, ты прям в таких пикселях. А мне тебя не очень видно. Ой, прекрасно. Ну, ладно, пока слышно, это главное. Если прям будет совсем плохо, что-нибудь придумаем, может быть, я выключу Wi-Fi и, не знаю, куда-нибудь перемещусь. Давайте попробуем выключить Wi-Fi. Не знаю, как сейчас. Наташа вот у меня чуть подвисает. Сейчас уже вижу. Наташа, как сейчас, лучше стало? Сейчас, сейчас лучше тебе видно, да. Все, отлично, отлично, хорошо. Тогда продолжаем. На момент переезда ты была уже довольно опытной спортсменкой. Вот как думаешь, оглядываясь назад, да, по прошествии уже столько, ну, такого количества времени, что, конечно, что тебе нужно было и почему, почему происходили такие постоянные смены для достижения результата? Все вот эти смены тренеров, стран, партнеров. Так, вот почему, почему тебе пришлось столько всего поменять, изменить для того, чтобы прийти к такому очень хорошему, на мой взгляд, результату? Фу, почему? Ну, как бы, наверное, у каждого свой путь. И, видимо, мне нужно было пройти и поменять столько партнеров, тренеров и найти, как бы, того идеального для меня партнера, с которым там и внешне как-то, и эмоционально мы совпадали. Ну, как бы, сложно сказать, потому что, ну, видимо, мне надо было это пройти, чтобы как-то что-то понять, что-то переосмыслить. Потому что, как бы, я каждый раз, то есть при смене партнеров, при смене какого-то места жительства, я начинала переосмысливать вообще там свою спортивную карьеру. И каждый раз вот это желание во мне чего-то достичь, оно все больше и больше как бы проявлялось. То есть не было такого, не было, да, такого, что хотелось уже закончить и думала о том, что, ну, боже мой, ну, сколько можно одно и то же, но уже не получать, уже столько попыток было предпринято. И, ну, раз не идет, не идет. То есть тебе, наоборот, это давало какой-то совершенно другой, да, толчок наверх. Нет, такого не было. То есть, ну, нет, на самом деле один раз у меня такой был, когда я вообще уже собиралась закончить. Это как раз незадолго до вот того чемпионата мира в Японии в 2014 году, когда у нас там все как бы не очень складывалось. И у меня был момент, да, когда я просто сказала, все, надоело. Я недели две, наверное, вообще не появлялась на катке, но потом там люди, которые находились со мной рядом, они меня переубедили. Да, и я сама как-то немного отошла и как бы вернулась на лед. И абсолютно не жалею об этом. То есть у меня опять начало появляться это чувство, желание работать дальше. Хорошо. Последний вопрос про переезд. Ну, просто мне кажется, что это очень интересно. Вот даже лично мне. О, Наташа, ты появилась. Ура. Я появилась, да? Я тебя вижу теперь очень хорошо. Я так рада. Да, теперь отлично. Вот как тебе давался переезд в плане моральном? Потому что я помню тебя, особенно в первое время, как человека, ну, наверное, закрытого. Мне кажется, что в новой непривычной обстановке адаптироваться таким способом нелегко. Вот твои комментарии по этому поводу. Ну, вообще, да, на самом деле, я достаточно такой... Особенно тогда была закрытый человек. И мне было немножечко так... Сложновато в новой обстановке. Но я как бы понимала вообще, для чего это я приехала. Не для того, чтобы там прямо заводить себе друзей и кучу знакомых. Я приехала для другой цели. Но постепенно, как бы, там, со всеми, допустим, с нашего катка, да, мы как-то начали общаться. Ты, Линочка, вообще была, наверное, единственной... Ждала, признаюсь, ждала. Ты была единственной, с кем я реально могла. И сейчас могу общаться абсолютно свободно. И, да, с тобой всегда очень круто. Да, это всё взаимно. Это всё взаимно. Я вот люблю, знаешь, пересматривать какие-то фотографии, видео с какими-то воспоминаниями. И вот как раз недавно наткнулась тоже на какой-то наш с тобой видос из Базельки или откуда-то. Как обычно. Как обычно. Ну, да, на самом деле, первое время, я помню, ты была такой, да, прям закрыта, ты работала, естественно, да. Вот самое главное для тебя, ну, это было очевидно, приходила на каток, отрабатывала по максимуму, возвращалась к себе домой и потом шла на тренировку заново. Ну, на самом деле, мне даже было комфортно общаться. Мне, на самом деле, очень сложно найти, как бы, открыться человеку сразу так вот. Как бы я очень долго там присматриваюсь как-то. Но если я уже начала как бы там свободно общаться, то это, типа, всё это вообще круто. Ну, это прекрасно. Это такой долгий-долгий процесс, как бы. Ну, ты не одна такая, поэтому это абсолютно нормально, мне кажется. Наверное, не всегда правильно тоже быть супер открытым, открываться всем, растрачивать эту всю свою энергию, да, и потом оставаться просто без сил и так далее. Самый трудный момент в твоей карьере, вот, который ты можешь вспомнить? И в моральном, и физическом, неважно в каком плане. Самый трудный? Да. Наверное, это момент, когда я поняла, что карьера приближается к концу. Угу. Да. Я ожидала немножко другого ответа. А, поняже, да. Всё к этому вело просто. Нет, и вот так Наташа так ответит, как мне надо. А можно чуть поподробнее? Ну, вот с чем связана эта боязнь? С тем, что всё, типа, неизвестность или что? Ну, это, наверное, даже не то, что не боязнь, а просто такая грусть. Потому что, как бы, хотелось, особенно вот после, там, позапрошлого, да, сезона нашего очень такого удачного, хотелось ещё больше и больше там работать, да, показывать результаты, потому что было и желание, и силы. И, ну, вот так вот получилось, и, как бы, первый момент, когда ты это понимаешь, это, ну, такой был достаточно тяжёлый. Тяжело было это принять, но, как бы, постепенно ты просто принимаешь эту ситуацию, но, как бы... Наташа, ну, может быть, может быть, был смысл опять поискать партнёра, ещё куда-то поехать? Ты всё-таки уже такой, знаешь, тёртый калач, и поэтому, может быть, у тебя были такие идеи, не знаю. У меня были такие мысли, на самом деле, и мы, на самом деле, обсуждали это и с Сашей, и с Минихаловной, и с Вадом. Это был мой такой, знаешь, эмоциональный порыв, то есть, нет, всё равно я хочу, но потом, как бы, уже, когда, там, немного посидел, пораздумывал, то есть, найти партнёра не так просто, потому что я достаточно, как бы, высокая, и найти подходящего партнёра очень сложно. Во-вторых, я, ну, изначально я собиралась кататься вот до следующей Олимпиады, а там я не загадывала. А вот так, как Олимпиада уже вот-вот, то просто, как бы, скататься-то можно, скататься, и, может, даже неплохо, но то, что тебя отправят на эту Олимпиаду, как бы, шансы, ну, как бы, как новую пару шансы не очень высокие, на самом деле. Как бы ты там идеально не катался. Ну, ты знаешь, Наташа, вот сейчас вообще непонятно, когда вообще будут Олимпийские игры, понимаешь? Может быть... Так что я думаю, это, типа, не самый плохой момент. Да, может быть, это знак свыше, понимаешь? Наташа, давай, там, вот кто-то тебе, знаешь, так сверху, надо продолжать, мы будем отстраивать до конца, вообще, до того момента, когда вы будете готовы. Наташа говорит, хорошо, я услышала, я понимаю. Нет, ну, на самом деле, на самом деле, мне кажется, что у тебя сейчас все складывается очень хорошо, нет? По-моему, ты прекрасно выглядишь, довольный жизнью человек, по-моему, все как надо, нет? Ну, оно всегда как надо, оно всегда как надо, даже если ты думаешь, что, ну, вообще, там, жизнь какая-то происходит, потом ты все равно понимаешь, что, как бы, так, наверное, и должно было случиться. И у меня много, ну, в жизни таких вот моментов было, когда я думала, ну, все, вообще, куда уж хуже. Но тогда я понимала, что, как бы, ну, оно так и должно было быть. Ну, вот, раз уж ты, раз уж ты сказала, да, я думала, не может быть и хуже, но потом все приходило в норму, мы, конечно, не можем не поговорить о том падении в 2016 году, которое произошло на тренировке, во время тренировки, на которой мы все, Наташа заболела, да, сразу. Ой, я просто помню, я просто помню этот момент, потому что мы были все на той тренировке, но я честно скажу, я, наверное, к счастью все-таки своему, не видела самого процесса падения. Я просто, на самом деле, подумала, что, ну, вы делали выброс, я посмотрю, Наташа лежит на льду, ну, может быть, просто как-то больно ударилась или, да, что-то, ну, там, неудачно приземлилась, но не больше, но можешь вот сказать, как в принципе складывался, да, для вашей пары тот сезон, и что, на твой взгляд, послужило, может быть, одной из причин или главной причиной того, безусловно, непростого падения? Сезон тот складывался, это был вообще наш первый сезон, Саша, здесь, ну, в июне, вот, начали, в начале июня мы начали подготовку и решили, значит, разучивать тот аксель Кауфман, сколько он? Да, три с половиной. Три с половиной. Потом, короче, там были некоторые ситуации, что мы оставили в начале сезона двойной, а после Нового года решили уже попробовать тройной, потому что у нас там впереди ждал финал Кубка России, и мы такие, ну, всё, надо, типа, выучить, показать классный, там, выброс на соревнованиях. И вот седьмого января, то есть мы там вышли с новогодних каникул где-то третьего или второго, начали кататься, и вообще было столько сил, как будто там не отдыхали, знаешь, все элементы, прыжки, выбросы, там, всё идеально, мы такие, ну, всё, надо попробовать уже три с половиной. Я надела вот эти штаны защитные, там. Ну да, шорты с поролоном, да. И, ну, в общем, зашли, и как бы не очень удачно. Я там как-то раскрылась, не круто, и, в общем, упала. Я не помню, теряла я сознание или нет, но точно помню, что у меня всё расплылось очень усиленно. Ко мне подъехал, я вот помню, такой, типа, образ, человек с бородой, это был Юра. Ну, и всё, что я видела, это там борода какой-то. Меня вынесли со льда, отнесли мне этот пункт. У меня ухо не слышало, но оттуда шла кровь, как бы, я думала, что, ну, поэтому, наверное. И вот когда я лежала в этом умнейцестры, у меня, вот я смотрела в одну точку, а всё остальное кругом вот так вообще расплывалось. Мне начали подсовывать там нашатырь, потому что я немножко начала терять сознание. Ну, да. А я, как бы, запаха вообще не чувствовала. То есть, как бы, я приходила в себя, как у, я не знаю, от этого испарения, но запаха вот этого я вообще не чувствовала. Там где-то через час, наверное, приехала скорая, вообще очень долго ждали, или мне так казалось, не знаю, просто вечность. Меня погрузили, значит, на эту тележку, в машину. Я помню, что, когда меня загружали, я такая, там, Нина Михайловна, Влад, стояли, и я что-то не показала. Вот так вот, знаешь, лёжа на стуке, типа, всё нормально. Вот, и меня привезли, значит, на скорую. Я были тоже как-то очень долго, по каким-то кочкам, у меня голова начала раскалываться. Кошмар, кошмар просто. Да, меня привезли вот в реанимацию, и там вообще мне стало жесть, как бы хорошо. И я начала реально кричать, чтобы мне вкололи какой-то обезболивающий или что-либо ещё. Ну вот, вот так я туда попала. Ну, всё, не будем сильно, да, как бы трогать эту тему, но, тем не менее, да, в Балинице долгое восстановление, это естественный процесс, да, после столь серьёзного падения. Вот за то время, проведённое вне льда, пересмотрела ли ты своё отношение к спорту? Да, я на самом деле очень много думала, то есть я там чуть ли не два месяца провела в больницах, вот всех этих, и у меня было достаточно времени, чтобы там полежать и подумать там о том, о чём надо, о том, о чём не надо. Мыслей было очень куча, очень много, но, как бы, у меня абсолютно, ну, когда я уже пришла в себя, у меня абсолютно не было какого-то сомнения в том, что я продолжу. Потому что мне стало хотеться, парадоксно, у меня стало хотеться ещё больше, то есть прийти скорее на каток, там начать тренироваться. Crazy! Меня просто вот тёрло вот так. А что говорили твои близкие, Наташа? Вот, понимаешь, ты говоришь, да, что я хотела ещё больше, наоборот. Но обычно, да, родители очень трясутся над своими детьми, тем более после такого. Вот что говорили мама, папа? Как они отреагировали вообще на всю эту ситуацию? Ну, конечно, они очень переживали, но потом, ну, по поводу того, что я хочу продолжать, они никогда, как бы, ничего не говорили, они поддерживали меня, то есть со всеми моими какими-то мыслями, которые я им говорила, они соглашались. Ну, разумеется, они там как-то немного сначала, может быть, с опаской какой-то относились, там, к элементам, которые мы там уже в конкурентном-то начали делать. Но в целом, как бы, они никогда не отговаривали меня, а наоборот только поддерживали. То есть, слушай, ну это здорово. Я вот сейчас просто, я немножко задумалась, а я думаю, вот я поставила себя на твоё место, да? Я по природе своей, по характеру, ну, трусиха. Вот я не знаю, что бы я делала, если бы мы с Максимом делали такой выброс, и я так упала. Я бы, наверное, сказала, что я больше никогда не увидела троих выбросов, просто никогда. Да, Наташа, конечно, в этом плане... Блин, у меня реально нету какого-то чувства самосохранения вообще во всём. Это ужасно, как это вообще, как это работает? На самом деле, когда я была в спорте, я завидовала таким людям, которые вот могут биться, падать, больно ударяться, гематомы, ещё что-то. И потом идти и заново это всё делать. Я просто помню, какая была у меня дилемма. Наташа, я не знаю, знаешь, ты эту историю или нет, ладно так, разбавить обстановочку. Когда я ещё была маленькой, но уже каталась, да, в парном, у нас был с Владом очень серьёзный разговор. Влад, это Луислав Владимирович Жавнирский, это наш общий с Наташей тренер, у которого мы имели честь тренироваться. Вот, и он меня, он в зале, я вот прямо сейчас даже чётко помню эту картину, он говорит, Лин, мне было лет 12-11, ну ты понимаешь, да, что нам пора учить тройные выбросы. Я стою, Наташа, вот он мне это говорит, и у меня уже вот так вот слёзы, слёзы из глаз, и я понимаю, знаешь, вот на тот момент вот этим своим супермаленьким, да, вот этим мышлением, я стою и понимаю, ну всё, видимо, карьера фигуристки закончена, я боюсь. Мне страшно, ну не могу я пойти на эти тройные выбросы. Я ему говорю, Луислав Владимирович, я не знаю, что делать, вот это, знаешь, вот так вот просто, я не знаю, как это, ну что нам, ну и что ты предлагаешь, заканчивать? Я говорю, я только начала. Я клянусь, на полном серьезе, я говорю, ну видимо, да. Он такой, ну понятно, ну в общем, выучили мы эти тройные выбросы на удочке. Не знаю, ни одного спортсмена, ни одну пару, которая учила бы тройные выбросы на удочке, но ничего страшного. Но ты не особенная. Я, это точно. Это сто процентов, знаешь, даже спорить с тобой не буду. Хорошо, сегодня всё-таки про тебя. Твоё долгожданное возвращение на лёд, каким его представляла лично ты и как всё было на самом деле? Ну каким-то там особенным я его не представляла, то есть я понимала, что сейчас надо быстро идти на тренировку, всё это восстанавливать, все там прыжки, поддержки, выбросы, всё как можно быстрее, а мне первое время вообще не разрешали ничего такого делать. То есть мне можно было бы поскользить. И я начала выходить, я тогда очень похудела, то есть я не знаю, вообще у меня ноги не держали просто. Да, я помню это. Да, и то есть я проезжала круг, у меня мало того, что вообще дыхалка там сбивалась, у меня голова начинала ущелье окружиться, и поэтому я так, грузачку проеду, садилась, проеду, садилась. И потом, значит, где-то в апреле мы полетели на семинар в Берлин с Сашей, то есть мы должны были там показывать, ну, что-то простое тоже, шажочки там какие-нибудь, ничего сложного. И помимо этого у нас был также где-то час льда своего, когда мы могли там покататься и так далее. Опять же, мне никто ничего не разрешал делать, но я такая, где надо зайти прыгнуть. Зашла такая, раз, тулупчик, давай, давай, знаешь, чуть-чуть. Раз, два, и такая, всё, захожу на тройной типа. Зашла, короче, сделала, там какой-то корявый, низкий, потому что вообще мышцы не работают. Ну, атрофировав, в таком, да, в атрофированном состоянии находились. Но как бы сделала, я такая, блин, классно, всё, пошла, сделала ещё раз, и с того момента, ну, какой-то, я не знаю, страха не было, но всё равно, знаешь, когда ты первый раз заходишь на элемент любой, всё равно такое немного странное ощущение. Но вот с того момента, как я его прыгнула, я поняла, что как бы всё будет круто. Хорошо, ну а что насчёт выбросов? Вот ты заходишь на свой первый выброс после долгого перерыва. Твои мысли? Да, выбросы мы начали делать в Базельге, то есть уже там в июле. Первый... Прости, я смеюсь, не на ситуацию, а просто с Базельгой связано столько воспоминаний, что я не могу не улыбаться. Мне кажется, в следующий отпуск свой я поеду в Базельгу. Всем вместе причём. Всем вместе. Предлагаю организовать там сборы, Наташа. Тренер чем составом. Да, продолжай, пожалуйста. Сборы на загар. Да. Да, продолжай, пожалуйста. Выброс. Меня интересует тройной, не двойной. Вот меня интересует тройной. Тройной получился с первого раза. Ну, опять же, он был такой низенький, спокойненький, там, особо безходный, но он получился с первого раза. И это была, ну, это была реально такая радость. То есть, вообще, как, я не знаю, там, чемпионат мира выиграла. Вот. И после этой первой попытки, там, какой-то, ну, страх или вот такое ощущение, оно вообще прошло. И всё стало, как бы, как прежде. Что касается Акселя... Слушай, мы, по-моему, его ещё делали. Мы делали два с половиной, да. А так, ну, вот, с июля мы начали делать вот эти все выбросы, уже поддержки. И как бы там не было времени заходить, бояться что-то делать, потому что уже впереди были контрольные прокаты. А как думаешь, да, прости, пожалуйста, как думаешь, что чувствовал Саша в тот момент, когда вы, скажем так, возвращались к привычному темпу тренировок и заходили на такие элементы, и на тот же Аксель? Вот как думаешь, что было у него в голове? Ну, очень сложно понять, что Саша чувствует, потому что он всегда в позитиве, это очень круто. Но я думаю, как бы, всё равно он тоже переживал, как бы, как оно всё будет, и, типа, как я буду себя чувствовать там после этих многооборотных элементов. Ну, вот. Просто я не знаю, понимаешь, вот я, допустим, да, на месте партнёра, наверное, мне бы было страшнее даже, чем партнёрша, потому что, в принципе, наверное, каждый человек понимает, что когда жизнь другого зависит практически напрямую от себя, он, наверное, очень сильно нервничает и переживает, поэтому... Ну, как бы, да, возможно, потому что сначала мы делали всё, как бы, очень аккуратно, так прямо, без хода, а потом, ну, когда я уже сказала, что, типа, ну, вообще всё классно, давай, давай, разгоняйся, разгоняйся, быстрее, выше бросай, ну, тогда, видимо, он тоже почувствовал какую-то более-менее уверенность и уже начал там прилагать больше силы. Ну, в общем, дорогие телезрители, вы понимаете, что доверие у Саши с Наташи было стопроцентное во время того, как они, да, выступали вместе. Во время эфира, так, кстати говоря, с Сашей, я назвала тебя тёмной лошадкой, но к этому, к тебе это относится исключительно в позитивном ключе. Объясню, почему. На мой взгляд, ты тот человек, который не будет распыляться на многочисленные интервью, знаешь, с обещаниями о том, что всё будет хорошо, всё получится. Ты уверенно идёшь к своей цели, да, не затрачивая лишней энергии на то, чтобы убеждать людей в чём-либо. Доказываешь это делом. Вот права ли я? И как свой путь и себя в спорте ты можешь описать? Как ты хорошо во мне, Каваныч? Ну, нет, да, наверное, действительно. Я особо никогда не любила давать интервью, особенно там перед стартами, знаешь, когда тебя спрашивают, там, типа, чего вы ожидаете. То есть, конечно, можно было там сказать, да, там, мы самые крутые, мы сейчас выйдем, всё это сделаем, но, как бы, как там показывают какие-то жизненные ситуации, там, ну, других вообще людей, спортсменов, это не всегда хорошо работает. Поэтому я придерживалась такого, что я, как бы, перед стартами особо не общалась. Да и вообще, в принципе, с журналистами не особо любила разговаривать, там, вплоть до последнего нашего сезона, потому что после, там, после Олимпиады я немного бы, я немного поменялась как человек, как спортсмен, и стала более какой-то открытой, уверенной. Ну, серебро Олимпийских игр, знаешь, наверное, всё-таки придаёт немножко уверенности. Ну, чуть-чуть, да, вот так. Ну, чуть-чуть, кстати. Так. Вот, что тебе ещё сказать? Ну, да, не любила, хорошо, не любила общаться. Вот ты говоришь, я поменялась после Олимпийских игр. Вот можешь поконкретней, поподробнее, в чём именно это начало проявляться? Не только сейчас говорим про общение с журналистами, да, а в принципе, как помогла, как помогло серебро Олимпийских игр раскрыться Наталье Забияковой. Давай! Ну, во-первых, я, опять же, очередной раз у меня появилось такое огромное желание достигать большего, то есть делать больше. Ты знаешь, обычно бывает, что говорят после, там, Олимпийских игр, ну, какое-то опустошение, там, уходок силы, у меня вообще наоборот, у меня было такое чувство, что я, там, выпила кучу кофеина, редбула, всего вместе, и меня просто вот так вот прямо, я была очень заряжена, там, к чемпионату мира, который после следовала, и дальше, дальше, дальше. То есть, там, я поменяла, там, свой образ, потом в Кисловодске тоже очень-очень много тренировалась, чтобы, там, как-то измениться внешне. На физической форме, да, работала? Да, на физической форме я встретила молодого человека, Даню, и тоже он очень потом меня вдохновлял. Ну, короче, прям, да, так, нормально изменилась, и начала работу именно над собой, знаешь, как внешне, так и внутренне, и вот продолжала я это. Слушай, ну, вот когда мы... Это звучит очень здорово, но когда мы разговаривали с Сашей насчет Олимпийских игр, он сказал ровно наоборот, что да, конечно, было очень тяжело после Олимпиады, было то самое опустошение, казалось, что силы меня покинули, но мы с Сашей, мне кажется, на эту тему, на тему упадка сил шутили, я не знаю, на протяжении какого времени, и это стало такой, знаешь, как мемом таким распространенным, но Саша вечно уставший, я его даже подкалывала часто насчет этого. Ты вот сказала про чемпионат мира, да, про подготовку к нему. Серебро Олимпиады, это, конечно, очень хорошо, да, но, на мой взгляд, вот вашей главной и безоговорочной победой стала бронза чемпионата мира. Вот какая медаль ценнее лично для тебя, и не осталось ли некое чувство недосказанности в спорте после завершения карьеры? Ну, самое ценное, это, да, наверное, вот медаль чемпионата мира, даже не, наверное, а 100%. Недосказанности... Ну, нет, я бы не сказала, что какая-то недосказанность, да, хотелось сделать больше, но на самом деле мы и так, наверное, ну, сделали достаточно много с Сашей, поэтому всегда хочется больше, но когда-то приходится остановиться. То есть, в принципе, теми результатами, которых ты добилась, которых вы добились, ты ими гордишься, ты ими довольна, и слово Наташа Забияка в спорте, оно сказано, да? Да, я на самом деле очень довольна своей карьерой в целом, ну, несмотря там на какие-то даже вообще неудачи, все это как бы вело постепенно к тому, к чему это привело, и как бы я, наверное, ну, как бы если бы мне предстояло пройти этот путь еще раз, я как бы абсолютно точно согласилась бы, вообще ничего не меняя. То есть вот... Боже, Наташа, ты, конечно, уникальный человек, и вот на самом деле, да, сколько было преград на твоем непосредственном пути, да, сегодня мы говорим о тебе, и тебе все равно хватило сил, выдержки, чтобы все это, через все это пройти и добиться того, чего ты добилась. Это, на самом деле, достойно уважения, правда, вот я это от чистого сердца говорю. Это очень круто. Мне очень много людей написали про ваше, ну, заключительное, скажем так, шоу, да, перед тем, как вы объявили всем о завершении спортивной карьеры, что всех тронуло это до слез. Вот расскажи лично тебе, каково давалось вот это объявление во всеуслышание, что мы с Сашей заканчиваем тренироваться вместе и прекращаем нашу спортивную карьеру смену? Ну, именно на тот момент, когда мы это объявляли уже вот в феврале, то есть какие-то эмоции такие, они немного улеглись, потому что все равно это, значит, случилось не в один день. Это постоянно, как бы, мы начали это все понимать и пришли к такому решению. Но именно в тот момент, когда мы выходили вот на лед тогда, уже там со своей программой, там, со стихами, то чувство было, ну, такое очень трепетное, то есть потому что мы понимали, что это, как бы, возможно, как бы такой последний, заключительный раз, когда мы вот там катаемся вместе, и еще мы придумали, да, сделать программу, это наша первая программа, последняя программа. И несмотря на то, что ты, как бы, уже заранее, ну, уже достаточно давно понимал, что это все, то именно в тот день все равно чувства, как бы, захлестывали, и было так очень, очень трогательно. Ну, это действительно было очень трогательно, потому что, ну, не знаю, мне кажется, нужно очень много сил и мужества для того, чтобы вот так вот просто взять перед всеми, сказать, ребята, вы знаете, тут такие новости, как югами. Ну, в любом случае, Наташа, я думаю, что все, что произошло с тобой, происходило, да, с тобой, вашей парой, и на протяжении всего этого времени, всей спортивной карьеры, оно дало свои плоды, свои результаты, и, безусловно, да, без падений, взлетов не бывает. Вот ты испытала на собственной шкуре, и я думаю, что все... Это такая, знаешь, тяжелая история со счастливым концом. Мне кажется, это точно про твою карьеру в статусе фигуристки. Очень хочется поговорить про фильм, потому что я вижу твой инстаграм каждый день, и там просто кипит, кипит работа. Да, для всех тех, кто не знает, о каком фильме идет речь, это фильм «Несломленный», на английском языке «Unbroken». Это про две спортивные пары, про Наташу с Сашей Эндертом, и про пару, представляющую сборную Америки, Эшли Кейн и Тимати Лидюк. Вот насколько мне, да, личность твоего инстаграма ясна, там уже заключительные, финальные штрихи идут, озвучание фильма на профессиональном жаргоне разговариваю. Рассказывай нам, куда бежать, когда, что за дилетами, и что нового и интересного о фигурном катании, и вас, безусловно, мы узнаем после просмотра картины. Да, действительно, уже там наносятся последние штрихи, озвучание, Лина, да. Вот, я присутствовала вообще во время всего процесса, там вот этого постпродакшна и так далее, это было очень круто, новое для меня. И да, вот фильм уходит 4 сентября, там в каких кинотеатрах это будет понятно чуть позже, вся информация будет, всё. А вообще фильм расскажет вот историю каждого из вот 4 героев, в центре которых, вот, Инна Михайловна, историю там каких-то своих, знаешь, переживаний, каких-то трудностей, которые приходилось преодолевать на спортивном пути. И всё это действие происходило как раз перед чемпионатом мира, вот в последнем в Японии, и съёмки проводились там же. То есть будет очень круто, это фильм такой, даже не столько о спорте, а о людях, как бы, о том, что каждый из нас, неважно, там, в какой ты стране живёшь, за какую федерацию выступаешь, у всех у нас одни мечты, одни, там, цели, какие-то трудности, и все мы преодолеваем, и все мы люди. Так что приходите смотреть. Звучит, по-моему, очень интересно, звучит здорово. Расскажи нам, кто режиссёр, пожалуйста. Это вы... Мы не можем... Потрясающий, потрясающий режиссёр, Данил Гринкен. Это не первый его фильм, но именно вот такой спортивный, документальный, вот. Небольшая поправочка по совместительству жених Натальи. По совместительству, да. Звучит очень здорово, на самом деле интригующе, поэтому я думаю, что как только это всё появится на больших экранах, все обязательно пойдём и посмотрим. Моим заключительным вопросом к тебе, Наташ, он будет очень простым. Твои цели на ближайшее будущее? Цели, планы? Цели, планы – двигаться дальше, изучать что-то новое, то есть открывать для себя новые двери, границы, постоянно быть в движении, да, чему-то учиться и кайфовать от жизни. Хорошо. Видишь ли ты себя тренером по фигурному катанию? Или ты хочешь отойти от этого? А, то есть ты хочешь кардинально, да, сменить вот эту обстановку? Ну, тренером я действительно себя не очень вижу, то есть я в своё время там тренировала, то есть даже вот когда я жила в Штатах, очень много проводила времени. Ну, как бы это очень... Детишки, они такие милые, но как тренером я не очень себя вижу. Ну, хорошо, тогда мы будем ждать чего-то нового и, я уверена, очень интересного, Наташа, потому что ты действительно такой человек, которому просто, наверное, нельзя сидеть на месте и нужно постоянно развиваться. Я сейчас побегу, это километров 20. И постоянно находиться в движении. Я буду в движении. Да, это здорово. Наташа, дорогая, спасибо тебе большое за этот эфир. Вот так незаметно пролетел час нашего времени, я безумно рада, что мы пообщались сегодня с тобой, очень рада тебя видеть, слышать и... Да, Алиночка, я тоже. Да, в прекрасном настроении, в прекрасном расположении духа, чтобы всем смотреть фильм, который выйдет в эфир. Это очень мило, ты так запечатала это. На стену повешу. Причём на таком формате, знаешь, по-сторонам. Я с таким плакатом, я с таким плакатом приду на премьеру, Наташа, вот так вот спишь. Давай. Всё, спасибо тебе большое. Спасибо, Лин. Всем спасибо, кто смотрел. Да, спасибо большое, дорогие зрители, за просмотр. Всё, давай, дорогая. Давай, Алиночка, пока. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам очень понравилось, потому что мне, как обычно, да. Мне кажется, мы очень мило пообщались с Наташей. Спасибо ещё раз всем, действительно, кто смотрел, кто находился с нами на протяжении этого часа. Это очень важно и ценно. Надеюсь, вы узнали что-то новое о вашем любимом фигуристе, о фигуристе, за которым вы следили на протяжении вы спортивной карьеры. Поэтому ждите новых эфиров. Они будут на следующей неделе. Всё, всем большое спасибо. Его я сохраню в IGTV. Пока.